Те, кто пришел поинстагировать, могут съесть салат столичный, 90 рублей. Люди постарше заходят в рюмочную номер один на проспекте мира, предаться воспоминаниям о советском прошлом. Для молодежи такой формат экзотика. Учредители рассказывают, подсмотрели идею в Москве, там рюмочных много. А вот за Уралом они не так популярны. Но владельцы уверены, с проектом не прогадали. А купить вложения рассчитывают через два года. Идея такова, что зашел, выпил, закусил, пошел дальше. Но на самом деле у нас довольно обширное меню. Можно прийти и поесть пельмени, пирожки. Мы, по сути, стартанули очень успешно. Проект был громким, потому что его хотели закрыть. Какие-то общественники, значит, для детского мира нельзя строить рюмочные и тому подобное. Поэтому с первых же дней просто начали, ну, мест не хватало. А вот еще одно новое заведение – бар МОЦ на взлетке. Такой формат тоже был популярен в середине прошлого века. Но только не в Советском Союзе, а в Англии. Дизайн и название берут истоки в британской молодежной субкультуре 50-60-х годов. Моды – это, можно сказать, прародители современных хипстеров. Заведение работает и как клуб, и как бар. Это такой симбиоз, наверное, вечерней, ночной жизни. Здесь совмещено все. Таким образом, с воскресенья по четверг мы работаем со свободным ходом, свободная посадка в режиме бара. В пятницу, субботу уже работаем в режиме клуба. Проект обошелся учредителям в 100 миллионов рублей. Запуском нового заведения занималась команда рестобара «Облака», который закрылся в начале января. Еще одно закрытие, о котором стало известно в новом году – музыкальный бар «Мед и пчелы» ресторатора Владимира Владимирова. Вместо него появится пивной ресторан. Этот ресторан будет рассчитан на более широкую аудиторию, это естественно, потому что у нас был проект джазовый. Он, конечно, пошел очень хорошо, но, к сожалению, эти экономические новые условия, они внесли такую существенную корректировку в работу многих предприятий, не только наших. Закрылся в этом году после шести лет работы еще один музыкальный бар – «Лофт». Ранее один из его совладельцев сообщил, что за это время проект «Себя и жил». Добавим, по данным Красноярскстата, в 2016 году по сравнению с 2015 в заведениях общепита прибавилось посетителей. Оборот рынка составил 18 миллиардов рублей. Татьяна Стрельцова, Николай Чистяков, Новости ТВК.